С вами снова Вика Хорс И сегодня мы снимаем видео обзор на наши новинки И первая наша новинка это Вот такая вот очень классная и очень милая шутлендская пони-кобыла У нее на крупе выстрашено вот такое милое сердечко У нее темно-коричневая и светло-коричневая грива Вот, у нее белые носочки Она очень красивая и очень милая Она достаточно маленькая, мелкого роста Но это все равно не мешает ей ее доброте Она очень-очень милая просто В реальной жизни она выглядит намного милее, чем передает камера Вот В общем, очень добрая, милая и классная пони Итак, следующая наша новинка это Вот такой вот жеребец зебры Его зовут Иппократ Лично я считаю, что все зебры белые в черную полоску Напишите в комментариях, как вы думаете Может быть вы думаете Или знаете, что на самом деле они черно-белые И у вас такое же мнение, как у меня Он очень милый У него, не как у всех лошадей, криво не лежит, а стоит Вот, у него очень такие милые ножки, тоненькие, черные копыта Вот, глазки такие естественные И хвостик, ну здесь точно видно, что он бело-черный Он, кстати, не подкованный Очень такой милый жеребец зебры Он мне очень нравится И последняя наша новинка Это вот такая вот очень классная змея Я в последний момент Я очень-очень долго уговаривала папу Купить мне эту змею Но сначала попытки мои шли неудачно Ничего не получалось Но еле-еле я смогла уговорить папу И он все-таки купил мне эту прекрасную змею Эту прекрасную фигуру Она такая светло-коричневая Вот это ее пятнышко, черно-белое Очень похоже на летучий мэш Или Бэтмена Вот, она очень классная У нее черный язычок Мордочка у нее уже, чем вот эта часть тела Но идет одна мордочка Потом толстая-толстая часть И потом хвост уже очень тоненький И пятнышки по размеру так же Большие-большие-маленькие Вот, вот так она выглядит снизу Очень классная змейка Вот, она светло-коричневая На самом деле камера не передает ее в настоящих цветах А камера немножко усветляет все, что есть Всю змею На самом деле она немножко-немножко Прямо вот на капельку потемнее Ну, в принципе, камера передает все основные черты этой змеи И, в принципе, смотрится нормально Вот, она очень добрая Кстати, я пока не придумала ей имя И пол я не знаю Может быть, если вы знаете, кто это То пишите мне в комментариях, какой пол у этой змеи Мы определили с папой, что это питон И я пока не знаю, как ее назвать Может быть, она останется без имени Если у вас есть какие-то идеи для имени для этой змеи То пишите в комментариях Я подумаю, и может быть, именно ваше имя Будет имя моей змеи Ну, и на этом все Сейчас я просто покажу Как выглядели Как выглядит пони и зебра под седлом Ну, с новинками все Ну, и вот как Сицилия смотрится под седлом Алисы Вот, очень красиво, кстати, выглядит Ну, это лично мое мнение Я не знаю, как вам пишите в комментариях Для вас это красиво Или все-таки этой пони не подходит Алиса и седло, и уздечко Сердечко, кстати, только чуть-чуть вот здесь закрыто Седло вперед не двигается из-за кривы Вот она крива вот здесь вот И седло выше как бы не двигается Вот со всех сторон пони Кстати, седло от... Просто от пони набора А уздечко уже Алисина Следующий наш... Следующая наша новинка под седлом И вот как смотрится Гиппократ под седлом нашей Полины Как вы наверняка заметили, то, что уздечко у нас от Марины А в седло уже Полина Мне кажется, что с черно-белым седлом черно-белый гиппократ Смотрится не очень, потому что все сливается Ну, хотя, может быть, и нормально Пишите в комментариях, как ваше мнение Гиппократу Подходит черно-белое седло с Вольтрапом Или все-таки выбрать что-то покрасочнее, чтобы ничего не сливалось Вот Ну и всем пока С вами снова был Виктор Лавика Хорс Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Жмите на колокольчик И подписывайтесь на видео